И всем понятно, что Байден, ну как бы в силу старости своей, в любой момент может просто отключиться. Он и так уже явно ведет себя и не в лучшей своей форме, скажем так, находится. Еще 10 лет назад он гораздо был активнее, гораздо четче, резче, ярче был. Но, если же Байден действительно отключится, я не знаю, умрет, не умрет, может он просто плохо ему станет, не сможет он выполнить свои обязанности, то среди демократов может начаться, вообще на левом фланге американской политики может начаться действительно очень жесткая, если не жестокая схватка за номинацию, за кандидатство от Демпартии. И неизвестно, кто там еще победит, там просто есть люди очень странных взглядов. Вот тот же Кронол Вест, тот же Кеннеди-младший, они люди, разделяющие некоторые очень странные позиции и взгляды, включая там теории заговора и так далее. То есть, ну, например, Кеннеди, он категорически против помощи Украине, чтобы вы знали. Он как бы вроде ничего мужик, но Украину почему-то ненавидит. Почему, не знаю, для меня это загадка. Поэтому, сейчас многие говорят, что в идеале Байден, глядя на все происходящее, должен взять и поддержать кого-то из демократов. Помоложе, такие демократы есть, есть разные губернаторы, сенаторы, есть даже конгрессмены, но конгрессмены никогда не становятся американскими президентами, а вот сенаторы и губернаторы, да. Поэтому Байдену в идеале, конечно, поддержать кого-то из демократов помоложе, чтобы тот уже в свою очередь легко победил Трампа. Потому что, на самом деле, если взять, если вместо Байдена пойдет какой-то там 40-50-60-летний кандидат от демпартии, то он Трампа легко прям побеждает, вообще без проблем. И поэтому многие говорят, что нужно Байдену добровольно отойти от участия в выборах и передать свою номинацию кому-то более популярному, более молодому. Потому что, если он этого не сделает, то может случиться ситуация, правда, такая, как была с судьей, верховного судья США, Рут Бейдер-Гинсбург. Рут Бейдер-Гинсбург, она, знаете, была такая либеральная судья, женщина, икона феминизма, икона борьбы за равные права и так далее. То есть она реально много сделала для того, чтобы в Америке установилось такое либеральное, свободное общество. Но она давно болела раком, и все как бы про это знали, из этого большого секрета не делалось. Ее лечили там, одна операция другая, то есть она какое-то время жила, ну, десятилетия, наверное, она жила. И многие либералы просили ее уйти с поста судьи, верховного суда, пока Обама находился у власти, чтобы Обама мог назначить на ее место другую судью либеральных взглядов. Однако Рут Гинсбург очень эгоистично решила, что уходить не будет, что типа она поживет и уйдет тогда, когда уйдет, когда умрет. В результате умерла она очень не кстати, умерла, хотя умирать всегда не кстати, ну, в данном случае она прям совсем не кстати умерла, в каденцию Дональда Трампа. И Дональд Трамп назначил на место вот этой либеральной иконы, ультраконсервативную католичку Эми Конни Барретт, которая там, по-моему, пять детей, которая там призывает чуть ли не на каждом перекрестке поставить церковь, молиться и всякое такое. Она против абортов. Так вот, с помощью вот этой Эми Конни Барретт новый состав Верховного Суда США, который стал вдруг консервативным, фактически отменил право американцев на аборты, американок, правильнее сказать, на аборты, и принял множество других всяких антилиберальных решений. То есть, в судебной системе США произошел такой правый ультраконсервативный поворот. Сейчас там, по-моему, девять судей в Америке, если не ошибаюсь, в Верховном Суде, и там то ли семь, то ли шесть из них это ультра-таки ревностные католики, хотя в Америке столько католиков нет. Но вот за счет того, что это была такая, как бы, провернута комбинация Дональдом Трампом и его людьми, сейчас Верховный Суд это занимает, ну, прям-таки супер-пупер верующие католики. Они там оккупировали этот Верховный Суд и принимают там решения в соответствии с собственными католическими взглядами, как будто других людей, кроме католиков, в Америке и нет. И многие боятся, что вот такая же ситуация может случиться и с Байденом, из-за того, что он там, типа, в своем эгоизме не хочет никуда уходить, он повторит судьбу Гинсбург, либо отключится, либо помрет не вовремя, либо просто проиграет выборы и таким образом подарит победу Дональду Трампу и отправит США в эпоху авторитаризма. А то, что Байден проигрывает Трампу, это уже, в общем, тоже не секрет. По всем вопросам общественного мнения, в ключевых штатах, то, что называется Battleground States, то есть штаты, где будет разворачиваться основная борьба за президентством, Байден проигрывает с довольно нехилым отрывом Трампу, там, 5, от 5 до 10 процентов. Такой отрыв очень тяжело наверстать. Причем, я напомню, всегда Трамп получает чуть больше голосов, чем дают ему опросы общественного мнения. То есть отрыв Трампа от Байдена может оказаться в реальности еще больше, чем сейчас он по вопросам общественного мнения. В общем, почему я об этом рассказываю? Для Украины это все очень важно, поскольку Трамп, это, по сути дела, последняя и единственная надежда Владимира Путина на победу в войне против Украины. Путин уверен, что Дональд Трамп, если станет президентом во второй раз, то выполнит свои обещания, он перестанет давать оружие Украине, потребует от Украины, чтобы она отказалась от своих территорий на юге, востоке и в Крыму. И, соответственно, таким образом Владимир Путин победит в войне против Украины. То есть для Путина это, по сути дела, единственная его стратегия в этой войне, это дотянуть до инаугурации Дональда Трампа. Он считает, что все, вот это и будет его победа. Насколько Трамп оправдает эти желания и эти мечты, я думаю, что в значительной степени оправдает, потому что Трамп реально очень не любит Украину. Он считает, что Украина стала причиной его многих поражений, что из-за Украины ему объявили импичмент первый, помните, когда был разговор этот с Зеленским по телефону, который утек в паблик и куча других поражений. В общем, не любит он Украину, кроме того, он считает, что не без оснований, то есть правильно считает, что демократы, демпартия американская, а также та часть республиканцев, которая не любит Трампа, они реально всей душой переживают за Украину, это правда. И поэтому Трамп просто не откажет себе в удовольствие, он такой мстительный персонаж, поэтому не откажет себе в удовольствие сделать больно неприятно своим врагам, и вот если они что-то ценят, если им что-то очень нравится, если они за что-то очень переживают, то вот он это что-то возьмет и попытается уничтожить. В данном случае этим что-то может стать Украина, этим чем-то. Кстати, Трамп уже объявил, что после выборов, если он побеждает, то собирается пересажать просто по тюрьмам своих, какие-то флагеря, он там специально хочет создать, своих оппонентов политических, а также всяких журналистов, которые всякие гадости про него писали и так далее, и так далее. И вообще устроит там в Америке чуть ли не сталинские чистки против, как он выражается, червей и паразитов, то есть тех людей, которые его не любят. Он прямо так уже называет червями и паразитами. Я помню, такой лексикой пользовался в свое время Муаммар Каддафи, которому тоже очень не нравилась его оппозиция. Те люди, которые против Муаммара Каддафи восстали. То есть Дональд Трамп сейчас уже разговаривает как Муаммар Каддафи и собирается, ну, по крайней мере, декларирует, что хочет себя и вести как Муаммар Каддафи в недалеком будущем. Там у него, у Трампа, на готове уже целый пакет антидемократических реформ, включая отмену свободы слова фактически. Он хочет управлять журналистами и говорить, кто-то правду говорит, а кто неправду. Отмену независимости прокуратуры, много чего еще. Судебная власть его не устраивает, американская. В общем, Америка в нынешнем ее виде будет просто уничтожена, если Дональд Трамп станет президентом. Или изменена до неузнаваемости. Это будет, вы знаете, как была Венгрия нормальная страна, а потом пришел Орбан к власти и стала Венгрия сумасшедшая страна. Вот то же самое, или там с Турцией та же история. То же самое сейчас будет и для Америки. В общем, нехорошо. Для нас это вообще просто очень фигово будет. Но есть и хорошие новости. То есть вот это были плохие, есть и хорошие. Республиканка Ники Хейли, за которую я лично болею на этих выборах, она довольно быстро набирает очки сейчас в предвыборной гонке и собирается ее штаб влить 10 миллионов долларов в телевизионную всякую другую рекламу в основных штатах, там Айова и Нью-Гэмшир. И динамика у нее роста популярности очень хорошая. И если она обгонит сейчас основного конкурента в борьбе за второе место, губернатора Флориды Рона Десантиса, такого злобного гоблина из Флориды, то она сможет консолидировать вокруг себя антитрамповский электорат. А вместе голоса Десантиса и Хейли это уже почти, хотя еще нет, еще недостаточно, но почти голоса Трампа. То есть если она сможет консолидировать весь антитрамповский республиканский электорат вокруг себя, то она сможет вполне на равных бороться с Трампом за номинацию, за кандидатство от Демократической партии. Ну а если Дональда Трампа посадят, я на это очень сильно надеюсь, хотя гарантии, конечно, нет, то она уже почти наверняка станет кандидатом на пост президента от Республиканской партии США. Ники это, я говорил уже на всякий случай, напомню, она полностью проукраинская, она обещает завалить просто Украину, и не просто оружием, но всяким самым лучшим оружием, самым современным оружием, самым нужным оружием, разрешит бить этим оружием по территории Российской Федерации, и вообще скажет украинцам, не сдерживайте себя никак, не надо нам, значит, никакого тупика в войне с Россией, вы должны побеждать, и давайте вперед с песней побеждайте, вот, найдите вам любое оружие, какое вы хотите, в любых количествах. Мне кажется, очень правильный подход, Ники Хелли, наш человек, я бы за нее голосовал, если бы я был американцем. В принципе, кстати, она, знаете, и Байдена побеждает, когда делаются предположения американскими социологами, вот за кого бы вы проголосовали на выборах президента, за Байдена или за Ники Хелли, если она будет этой Республиканской партией, и она побеждает Байдена с двузначным отрывом, там, 10, 11, 12 процентов, то есть она, Байдена делает просто как бог черепаху, у него вообще против нее шансов нет. Хотя для нас, и Байден, в общем, ничего, он, конечно, наверное, и не идеальный президент, не знаю, там, это как бы к американцам, но в плане поддержки Украины он неплохой, он неплохой, он много оружия уже дал и обещает еще больше, и сейчас заботится по-настоящему, что был принят законопроект о поддержке Украины, поэтому для нас, конечно, в американском этом раскладе самое лучшее было бы, если бы, лучше всего было бы, если бы в финал, так сказать, вышли от республиканцев Ники Хелли, а от демократов Байден, поскольку соперники и Ники Хелли, и Байдена в Республиканской демократической партии, соответственно, они с странноватыми взглядами, и далеко не все они поддерживают Украину. Поэтому Ники Хелли победит замечательно, прекрасно, великолепно, если победит Байден, тоже ничего, но для этого, конечно, нужно устранить американцам главное препятствие, это Дональд Трамп, не знаю, получится ли у них это сделать, я думаю, что все-таки получится, потому что, знаете, читая американскую прессу, слушая там всякие подкасты политические, американские, начинаешь понимать, что они реально боятся прихода Трампа к власти, они понимают, что даже какие-нибудь очень богатые мультимиллионеры, они понимают, что, ну, там, типа, скажут он что-нибудь мультимиллионер, а Трампу это не понравится, раз у него там все отберут и его в тюрьму посадят. Сейчас для Америки это звучит как абсолютно что-то дикое, немыслимое, невозможное, но если Трамп придет к власти, это станет вполне возможным, потому что, например, в Венгрии такое, пожалуйста, на каждом шагу. Поэтому я думаю, что все-таки сейчас американские эстеблишменты, вот те самые люди с деньгами, с влиянием, они соберутся и накрутят хвоста так или иначе Трампу, либо убедят его словами, что типа ты отвалидывай, не надо идти в президенты, либо если он не поймет словами, его, скорее всего, упакуют куда-нибудь в тюрьму. И, в общем, это будет, я думаю, не самым плохим решением для всей нашей планеты. Я реально очень опасаюсь, если Трамп станет президентом, на всей нашей планете может начаться какая-то страшная, нехорошая фигня.